Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Компания Ассист является провайдером платежей и предоставляет возможность интернет-бизнесу принимать к оплате карты платежных систем виза, Мастеркард, Белкард и в том числе Американ Экспресс. Для понимания, как происходит сама онлайн-оплата, мы позаимствовали ролику платежной системой визы. Дмитрий, пожалуйста. Приятно покупать вещи, которые нравятся. Но не всегда так удобно, как хотелось бы. Иногда теряешь время в долгих очередях. А бывает так, что магазин закрыт как раз, когда он вам нужен. Да и добраться до него не всегда просто. Когда вы покупаете онлайн-сильза, вы становитесь одним из миллионов держателей карт по всему миру, которые совершают покупки так, как им нравится. Вы можете просматривать магазины по всему миру прямо со своего мобильного или откуда вам удобно 24 часа в сутки. Вы всегда сможете найти лучшие предложения, сравнив цены на сайтах. Запомните, что где бы вы не решили совершить покупку, вы будете в безопасности. Можете платить уверенно. А все потому, что наша сеть безопасности проверяет каждую онлайн-транзакцию для того, чтобы минимизировать риск мошенничества. Поэтому важно не то, на каком сайте вы платите, а то, как вы это делаете. А платить на самом деле очень просто. Уведите данные, которые запрашивает сайт. Обычно это номер вашей карты и серия 2-код с обратной стороны карты. Если у вас подключена услуга Verified by Visa, то ваш банк отправит вам единоразовый пароль на мобильный или имейл. Просто введите этот код, чтобы подтвердить ваш платеж. Или, если у вас есть статичный пароль Verified by Visa, просто введите его, чтобы завершить покупку. Эта простая процедура нужна, чтобы ваш банк и интернет-магазин удостоверились в том, что именно вы совершаете платеж. А вы можете не волноваться, что кто-то другой использует ваши данные. И это еще не все. Где бы вы ни покупали онлайн, товар может быть доставлен прямо к вашей двери, где бы вы ни находились. А к чему же вы ждете? Покупайте с Visa онлайн уверенно и получайте те товары, которые хотите по лучшей цене. Visa. Везде, где вы стремитесь быть. Повторюсь еще раз, это не реклама Visa, а хотелось наглядно показать, как происходит оплата карты. В принципе, если судить по ролику, все безопасно, никаких рисков не возникает. Но на практике все-таки они есть и есть достаточно существенные риски. И для начала давайте рассмотрим, кто участвует в этом процессе оплаты. Как видим, небольшая заминка. Можно сразу перейти с нами. Наверное, молшебники там что-то делают. Да, что? Да, вот участники самого процесса. Ну, во-первых, это держатель карты, то есть клиент. Во-вторых, это интернет-сайт, интернет-магазин, который продает товары и услуги. Соответственно, в этом процессе участвуют и банки. То есть банк Эквайер, тот банк, который перечисляет деньги за оплату интернет-магазину. И банк-эмитент, тот банк, который выпускает карты и выдает ее держателю карты. Между банком Эквайером и интернет-магазином находится провайдер. Провайдер обеспечивает техническое взаимодействие по обслуживанию карты. И риски, в зависимости от различных мошенничеств, они распространяются на каждого участника. То есть нет участников, которые не подвержены этим рискам. И как происходит сам процесс оплаты, как было показано в ролике. Клиент заходит на сайт интернет-магазина, либо ресурсов, оформляет услугу. Затем для оплаты перенаправляется на страницу провайдера. Вводит реквизиты карты. Затем в запросе из процессинга банка Эквайера направляется в банк-эмитент. Спрашивается разрешение на проведение операции. И в обратном же порядке приходит ответ самому интернет-магазину. И держать его карты о том, что оплата произведена успешно. И в принципе на каждом этапе здесь есть риски. Мошеннические операции в интернете определяются понятием фрод. У каждого участника есть свои механизмы по борьбе с фродом, либо с минимизацией этих рисков. У кого-то это какие-то лимиты, у кого-то более умные системы. И специфика онлайн-мошенничества заключается в том, что нельзя быть уверенным на 100%, кто вводит на той стороне карточные данные. Затем, когда наступают сами риски, когда идет оспаривание уже мошеннических операций, многое зависит от самих банков, то есть от имитента Эквайера, на ком будут эти риски. Эти риски будут на самом интернет-магазине, либо все-таки эти риски останутся на держателе карты. Ну и халатность самого держателя карты, потому что карта это не некий сейф, который позволяет безопасно сохранить деньги. Это в первую очередь инструмент, который позволяет удобно совершать свои платежи. И это ключ к сейфу, к расчету, где хранятся деньги. Классическая схема мошенничества. Реальная схема и жизнь. Как правило, компрометируют, либо более интересные сегменты для мошенников, это сфера туризма, сфера авиабилетов, потому что средний чек, он достаточно высокий. Это услуга, это не товар. И нужно риски гораздо меньше. Получается так, что организовывается некое агентство, это может быть туристическое агентство по продаже авиабилетов, либо туров. Соответственно, честный покупатель заходит на этот сайт, оформляет, в нашем случае это авиабилет, мошенники получают данные клиента, и затем идут по вороной карте, покупают авиабилет на сайте авиакомпании. После покупки этот билет направляется к честному покупателю. Мошенники этот билет либо доставляют, соответственно, получают наличные деньги, а в идеальном варианте, когда все-таки вот этим мошенникам получается все-таки подключиться к банку и принимать оплаты по картам. В этом случае риски и объемы рисков, они гораздо большие. В последующем возникает следующее. То есть какие риски для самого интернет-сайта, интернет-магазина? Ну, во-первых, это потеря денег, потому что в случае оспаривания деньги все-таки придется вернуть. И это потеря товара. Следующее. Это в конечном итоге потеря лояльности того клиента, который совершает оплату. Либо того потенциального клиента, который с удовольствием покупал бы в интернете. Следующее. Для банков какие риски, да? Для банка и клиента. То есть если банк подключил мошеннический интернет-магазин, понятно, что все вот эти риски, все оспариваемые операции интернет-магазин этот возмещать не будет. И эти риски ложатся на сам банк и клиента. И в случае мошенничества интернет-магазина суммы исчисляются сотнями тысяч долларов, иногда доходят до миллионов. Если объем операций, оспариваемых операций достаточно высокий, платежная система применяет штрафы банков. И эти штрафы как бы оплачивают банк Аквайл. Вот для понимания, что такое чешбек. Чешбек – это оспариваемая операция. И чешбеки бывают двух видов. Первый вид чешбека, когда держатель карты утверждает о том, что он не совершал эту операцию, и там свои есть процедуры оспаривания. И второй вид чешбеков – это когда держатель карты говорит о том, что да, я совершал оплату, я покупал там услугу, я покупал товар, но услуга оказалась некачественной. Либо товар мне не доставлен. И в зависимости от видов чешбеков, есть своя процедура оспаривания. Не все так просто, как бы нельзя просто перейти заявить, и банк Аквайл или интернет-магазин сразу же будут возвращать эти деньги. Нет. У платежных систем предусмотрена процедура оспаривания, есть претензионная работа, которую ведут сотрудники банков. И в зависимости, у кого больше опыта, на том и останутся риски. Ну и для самого провайдера. То есть, во-первых, это в случае ДОС-атак останавливается возможность принимать платежи по карте. То есть для интернет-бизнеса, который сотрудничает с этими провайдерами, получается недополучение дохода. Также в случае с ГОМ-систем провайдера это компрометация карточных данных. Ну и в этом случае, если риски были существенные, банки Аквайл накладывают на провайдеров штрафы. А вот из опыта работы нашей компании мы посмотрели статистику за 2015 год. У нас работает интеллектуальная антифродовая система. Она заблокировала порядка 2000 операций. Ну то есть это потенциальная рисковая операция на сумму порядка 900 миллионов недеминированных белорусских рублей. И вот это те риски, которые могли помести партнеры, клиенты компании Асистем. И мы наблюдаем тенденцию, что попыток мошенничества с каждым годом ежегодно растет. И вот эта статистика гуровая. То есть мы взяли эту информацию из открытых источников. Согласно данным международной компании, которая специализируется на расследовании киберпреступлений, айби-групп, они говорят о том, что риски от действий мошенников составляют порядка 0,5%. То есть на первый взгляд цифра небольшая, но на практике это выливается в десятки миллиардов долларов. Ну и мы видим, что с 93-го года объем растет. Почему он растет? Потому что популярность этих расчетов, она растет и сам объем этих платежей растет. Например, и обратно же нашей компании, наша цифровая система, она построена на базе нейронных сетей, она анализирует транзакции на лету. То есть при высокой вероятности мошенничества операция блокируется и не отправляется на авторизацию. Вот все усилия, которые тратит провайдер, он смотрит на предупреждение совершения мошеннических операций, чтобы не потом под фактом спадить эти операции, не участвовать в спорте, а чтобы предотвратить, не допустить самому мошенничеству. И при правильной настройке вот этой системы эффективно составляет порядка 99%. Почему так? Потому что у каждого бизнеса своя специфика. То есть продажа онлайн-билетов это одно направление, продажа бытовой техники это другое, продажа туров это третье. И принцип работы антипробовой системы. Это все на примере компании Ассистик. Клиент заходит на сайт магазина, оформляет товар, затем для оплаты попадает на защищенную платежную страницу. В это время мы получаем данные через браузер об устройстве клиента, там еще какие-то данные параметры. Мы видим, это мобильный телефон либо персональный компьютер. Затем, когда клиент вводит репизиты карты, мы определяем страну банка-эмитент, сам банк, категорию карты и так далее. И в этот момент вступают математические модели и алгоритмы, которые определяют вероятность мошенничества. Наряду с этим проверяется оплата по технологии 3D Secure, если помните из ролика, когда приходит смс и клиент на странице банка вводит пароль. После этого смотрится, проходит ли операция, подходит ли операция под те лимиты, которые были установлены. И если по бизнес-модели она попадает, отправляется запрос на авторизацию. Сам банк-эмитент и обратно, затем ответ предоставляется самому покупателю. И на что необходимо смотреть интернет-бизнесу при подключении услуги интернет-эквайринга? Во-первых, если объем операции небольшой, то здесь риски они минимальны, либо вообще сводятся к нулю, а основную свою функцию банк-эквайр и провайдер они выполняют. То есть проводятся платежи, деньги размещаются. Если операция начинает исчисляться тысячами в день, десятками тысяч, соответственно риски возрастают. И интерес мошенников тоже растет. Поэтому необходимо обратить внимание, как банк работает, банк-эквайр с этими рисками. Какие инструменты предоставляет провайдер платежи? То есть это какие-то стандартные лимиты, ограничения, либо все-таки более умная система. Потому что по безопасности настолько можно сильно краники вот эти все закрутить, что операции не будут проходить, но тогда смысл в этих платежах теряется. Соответственно, необходимо наращивать самим компетенцию, потому что бизнес лучше всего знает и понимает своих клиентов, у него есть больше информации для анализа. То есть антифронная система, они как бы помогают, но окончательный риск вложаться на сам интернет-магазин и, соответственно, более детальный анализ могут провести сотрудники интернет-магазина. Ну и при подключении оплат необходимых для минимизации рисков изначально продумать лимиты, жесткие лимиты, то есть это такие, как количество операций по карте, сумма максимальная, минимальная и так далее, для того, чтобы как бы не минимизировать потенциальные риски, но при этом урезать трафик оттяжки. Спасибо за внимание. Веществам спасибо большое. Друзья, у нас есть возможность задать несколько вопросов, поэтому если желание поднимать, задавайте. Ну, не стесняйтесь, он. Добрый день, меня зовут Сергей Владимирович. У меня два вопроса в вашей презентации. Первый вопрос – о той статистике из двух тысяч операций, мы уже живем против рода от хранения доли карточек, доли карточек, доли карточек, доли карточек, и есть ли у нас в стране реальная, например, мошенник? Где-то в магазине есть карточки, и пошел в билетский маркет, реальная статистику, на кемпировке, которые занимались приседательным, каким-то родным францем, или мошенничеством? Нет, ну, нам эта информация недоступна, наверное, больше и владеет Следственным комитетом, как бы, но, конечно, больше всего попыток по картам не белорусских банков. В основном это карты американских и канадских банков. То есть это самые вкусные карты для мошенников. Белорусские карты, если ошибаюсь, занимают порядка 5%, не более. Ну, и есть все-таки вероятность ошибки антифродовой системы, потому что она, как бы, не идеально отрабатывает, она может и честного покупателя заблокировать. В этом случае есть свои алгоритмы, действия. Клен проходит дополнительную проверку, его карта включается в белый список и, пожалуйста, дальше совершает операцию. Конечно, это вызывает дополнительный негатив со стороны держателя карты, но, тем не менее... Нет, риски есть. То есть, ну, реальная риска есть. Ну, наверное, номеровских карточек денег немного, поэтому их не воровит. Нет, у белорусских банков очень большие легайки сами закручивают и ратенты. Там, наверное, сложно что-то на мошенничать. Иногда в магазине, если совершаешь какую-то покупку, ты не понимаешь, почему у тебя не проходят операции. Друзья, еще вопросы? Спасибо. Друзья, спасибо. А плохая лифона? Как вот скажите, правила? А какие-то не может быть? А хотя бы? Это может не все, но какой-то набор правил? Ну, смотрится на что обращает внимание система, да? Есть у нас, например, списки скомпрометированных данных. Например, мобильные телефоны, но которые раньше, как бы операции были опротестованы, и к нам пришла информация от банка Эквара о том, что вот эта операция мошенническая, это все помещается в какие-то черные списки. И, соответственно, при анализе транзакции, при анализе самой операции, тех данных, которые к нам приходят, эти все данные проверяются. То есть смотрится, а еще смотри, может быть такое, например, IP белорусский, с которого зашел клиент, а карты имитированы небелорусским банком. Плюс смотрится, какое количество карт, например, с этого IP-шника пытаются провести оплату. То есть, ну, как бы, правил моделей много, но понятно, что антифродовая система, она может сработать не сразу, но когда уже мошенники начинают прогонять карты, она срабатывает более точно и уже начинают блокировать сами операции. У нас есть специалисты, которые за это отвечают, которые анализируют все транзакции, поэтому... Спасибо, еще вопросы? Раз нет вопросов, давайте поблагодарим Вячеслава за известное выступление. АПЛОДИСМЕНТЫ